Меня зовут Богдан Кияшко, мне 27 лет, я из города Киров. Пою я с самого детства, об этом знают все, особенно соседи. Я просто любил выходить в подъезд, а там прекрасная акустика, воздух разлетается, музыка, звук, господи, разлетается. И я выходил, помню, первые мои опыты были связаны с исполнением Селин Дион, песни из Титаника, на весь подъезд. Летело, летело, летело. И в школе пел на задних партах, и в какой-то момент мне просто стали писать в дневнике моем учителя, пожалуйста, отдайте ребенка в музыкальную школу. После 16 лет я уехал из своего города, и уехал я в Гнесинку поступать. И я ее закончил через 4 года как оперный певец. Опа, очки! Посмотрите! Ого! Босиком! Посмотри, какой интересный персонаж! Ой, босиком! Босиком! На шоу «Ну-ка, все вместе» я пришел, чтобы меня услышали, увидели и узнали. Я выбрал простой костюм, светлый лен, светлые брюки, и я выйду петь босиком. Я буду петь балладу, старую прекрасную песню, и я надеюсь, что она достигнет сердец и слуха зрителей и жюри. Так, народная какая-то, наверное, история будет. Индия! А, Индия даже! Здравствуйте, уважаемые эксперты, дорогие зрители. Душа моя, как дорогой рояль, который закрыт, а ключ потерян. Но иногда мне выпадает счастье находить ее отражение в музыке, которую я исполняю. И сегодня я хочу открыть для вас одну старую, но прекрасную песню по-новому. И надеюсь, что ключ от нее я найду сейчас. Замудрил. Я не въехала в эту философию. Запертый рояль. Запертый рояль. Если ты будешь такой же текст говорить перед каждым своим концертом, у тебя не будет денег на ботинки. Так. Ну, мне напоминает участника там группы типа «Поклонение солнцу» или «Траве» или «Луне». Ну, посмотрим. Интересно, что будет петь, да? Мне кажется, что он будет что-то этническое исполнять. Это будет либо Агутин, либо Ваенга. Что-то драматичное будет. Или лиричное. Все возможно в нашем шоу. Леня в свое время вышел. Селебрянником? Не-не-не, Агутин. На конкурсе Ялта 92. Ой. Ой. Скрипка лица. Да, скрипка лица. Господи, скрипка. Расслабиться, расслабиться какой-то. А понад водой туман расстилается. Встынет авто. Снова в дальний путь с утра собирается. Цирк Шапито. Робка по полям от взглядов хоронится. Ой, фальшивенька. Ломится в дверь наша непрекаянная любовь, раненый зверь. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Сотни тысяч лет нам мыкать поровну, не и тебе. Все, что не склевали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возничего. И сокриком слазь, сердцем богача. С умою нищего плюхнуться в грязь. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Богдан Кияшка набирает 46 голосов. Ну что ж, Богдан, я хочу сказать, когда я тебя слушал, у меня было такое впечатление, что отменили крепостное право. Человек вышел и не верит. Такой классный образ. Я вот не могу только понять, почему босиком. Только не говори, что ты продал ботинки, чтобы приехать к нам на шоу. Нет, ни в коем случае. Я так ее чувствую, эту песню. То есть, ну для меня она какая-то очень соединяющая с землей. Меня, я бы так и сказал. Землей и небом. Что-то такое. Я хочу сказать, что вы меня лично подкупили простотой. Вам не нужно было ничего доказывать. Вам не нужно было брать какие-то немоверные ноты. И вот в этой простоте ваша красота. Спасибо вам. Сэм. Я не пойму сотню. Сотню. Вы ищете самобытных. Вот самобытный пацан, который пришел и реально покорил. Это мы сейчас спросим Лазарева. Сережа, вот почему он не встал, кстати, это вообще вопрос отдельный. Да, но ты реально молодец. Ты в какой-то мере сумасшедший. Это круто было. И ты очень простой пацан, который должен полюбить наш народ российский. Это молодец. Да, спасибо. Вот я смотрю на Георгия Рубеновича, солиста доктора Ватсон. Вот вы встали, а ваши коллеги по группе не встали. Они просто не поняли тот самый скрип колеса, который понял исполнитель. Они не прониклись. Вот они и сидят. Молодежь. Да. Что с нее взять? Я, кстати, помню, что эту песню пел Игорь Саруханов. Он ее написал даже. И сочинил, да. Он и сочинил, и пел. Сережа. Ну, я могу вам сказать честно от себя. Очень двоякие ощущения. Для меня это было ни хорошо, ни плохо. Я боролся с собой все выступления. И вроде и ноты вы выходили, попадали куда надо. Но в общей сложности для меня не сложилось. Для меня это был некий какой-то обряд. Вы были абсолютно в себе. То, что вы музыкальный человек, да. Но говорите, вы гораздо красивее, чем... Чем я. Чем я. Ну, а сейчас мы в конце обряда принесем жертву. И говорит Алексей Чумаков. Богдан, смотрите, не было аутентичности. Той аутентичности, которую мы ожидали. Мы настолько любим Сарухановскую версию «Скрипка леса», что ее сделать неплохо, но не лучше или не так же, как оригинал, очень опасно. И вы сейчас на опасной тропе. И тем более босиком. Богдан Кияшко набирает 46 голосов. И занимает первое место в тройке лидеров. Анна Колесникова смещается на вторую позицию. «Скрипка леса» — это самая известная песня «Ребус». До сих пор многие спорят. Про что она? Про скрипку, про лесу или про колесо? Для нас это абсолютно не важно. Главное, что это хит, который помог Богдану занять первое место в тройке лидеров. Это «Ну-ка, все вместе». Мы продолжаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова